На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. С Днем Российской Почты поздравили работников почтовой связи. Все модернизируется, жизнь на месте не стоит. Я уверен, что у почты вообще в принципе очень большое будущее. Какие опасности могут подстерегать купающихся в прудах нашего муниципалитета. Чаще всего вода загрязнена не от того, что кто-то шуки жарит или еще какие-то вещи на береговой. Чаще всего это, соответственно, слив каких-то конденсационных стоков. На территории сельского поселения Булатниковское уничтожено более тонны дикорастущей конопли. Профессиональный праздник работников почтовой связи День Российской Почты отмечается в России ежегодно во второе воскресенье июля. Чтобы поздравить причастных к этой важной и нужной профессии, в одно из отделений города Видное приехали муниципальные и областные депутаты и представители руководства округа. На территории Ленинского городского округа работает 15 отделений почтовой связи, в которых трудится более 180 человек. Если для поздравления с профессиональным праздником собрать их всех, работа почты просто остановится. Поэтому представителей трудовых коллективов пригласили в фойе почтового отделения 142 700, расположенного на Советской площади. Все модернизируется, жизнь на месте не стоит. Я уверен, что у почты вообще в принципе очень большое будущее. Поэтому хочу сказать всем большое спасибо за вашу работу. Наталья Алексеевна Железнякова работает в почтовой службе с 1981 года. Прошла путь от сортировщицы почты до руководителя. Сейчас она возглавляет отделение связи 142 701, расположенное по адресу в проспект Ленинского комсомола 3. В настоящий момент эта почта не принимает посетителей, но уже со следующей недели заработает вновь в обновленных кабинетах. Полностью обновлено все в отделении связи, начиная от потолков и стен и кончая мебелью. То есть у нас будет полностью красивое в стиле ОПС будущего наше отделение. Несмотря на активное использование электронных способов передачи информации, работы у отделений почты не убавляется, ведь развивается электронная торговля. Историки отмечают, что на территории России почтовая служба существует уже более тысячи лет, и все это время она остается важнейшим государственным институтом. Почта – это достаточно серьезный труд. Если мы даже вспомним наше с вами военное время, у нас с вами в этом году 80 лет начала войны, да, и именно благодаря сотрудникам почты многие получали ту радостную информацию, в том числе и о победе, которая, собственно, нас с вами объединяла. Безусловно, жители округа жалуются, что почтовых отделений катастрофически не хватает. Руководство муниципалитета в курсе проблемы, и в этом направлении ведется работа. Уже известно, что в третьем квартале нынешнего года планируется открытие нового отделения почты в ЖК «Пригород-Лесное». Как минимум надо открыть еще 7-8 новых отделений, особенно в тех местах, где выросли целые города, да, и Бутово, Бутово-Парк-2, и можно перечислять бесконечно. Пока на данную минуту все идет в стадии рассмотрения, но мы надеемся, что в ближайшее время там будет открытое отделение новое. Поздравили работников почты с профессиональным праздником и в других поселениях округа. Например, в поселке совхоза имени Ленина к ним с цветами и подарками пришли депутаты Совета депутатов округа Артем Грудинин и Мария Гаевская. Максим Козлов, Константин Брылов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Жаркий июль в этом году не дает покоя жителям округа. От палящего солнца многие продолжают прятаться в местных водоемах. Рассказать отдыхающим о возможных опасностях, которые встречаются в прудах нашего муниципалитета, решили члены общественной палаты Ленинского городского округа. Аномальная жара в округе продлится как минимум до конца этой недели. Пока на улице душно, жители разделились на два лагеря. Одни успели запастись кондиционером и вентиляторами, а другие отдыхают у водоемов муниципалитета. И если находиться рядом с водой безопасно, то погружаться в нее не стоит. Согласно данным Роспотребнадзора, в округе нет ни одного водоема, который бы соответствовал санитарным нормам. Об этом жителей должна информировать табличка «Купаться запрещено». Собственники земельных участков, которые осуществляют, скажем так, в этот момент досуга населения, должны организовать предупредительные какие-то мероприятия, чтобы люди понимали, что вода непригодна, купаться нельзя. Вчера у Булатниковского в одном месте мы нашли такой знак, других водоем, соответственно, оборудованы такой информационной плоскостью, и мы не заметили. Члены общественной палаты Ленинского округа второй день подряд проводят мониторинг ситуации на популярных докупания водоемах муниципалитета. Сегодня они посетили Большой Людовинский пруд в Молоково. Донести до отдыхающих информацию о состоянии водоема стало главной целью. Чаще всего вода загрязнена не от того, что кто-то шуки жарит или еще какие-то вещи на береговой. Чаще всего это, соответственно, слив каких-то конденсационных стоков, либо промышленных предприятий мелких, которые находятся рядом непосредственно с водоемом и, естественно, путем поступают в водоем. Вот за этими вещами, конечно, нужно тщательно следить, но это крайне сложно. Здесь вопрос не только к общественной палате, а всем к активным гражданам, чтобы они из-за своего своего патриотизма местного, соответственно, такими вещами следили бы и информировали компетентные органы. А пока в муниципалитете можно отдыхать и загорать у воды, но не купаться. Устроить заплыв стоит в разрешенных для этого местах Подмосковья или Москвы. Ближайшие из них на сегодняшний день – бухта «Живописная» в Одинцове или столичные Мещерские и Теплостанские пруды. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На территории сельского поселения Булатниковская обнаружено поле дикорастущей конопли. В ходе профилактического рейда уничтожено около тонны растений, что содержит психоактивные вещества. Подробности в нашем сюжете. На внушительном участке земли среди диких зарослей борщевика притаилась целая плантация конопли. Запретная территория была выявлена сотрудниками УМВД по Ленинскому городскому округу и бдительными жителями близлежащих домов. Крупногабаритная техника довольно быстро навела порядок на участке с дикорастущей коноплей. Однако на ближайшей территории оказалось немало отдельных островков с растениями вне закона. Ни один куст не остался без внимания участников рейда. Администрация Ленинского городского округа большое внимание уделяет популяризации здорового образа жизни, недопущению вовлечения населения округа в противоправную деятельность, одним из видов которой является незаконный оборот наркотических средств. Профилактическое мероприятие направлено на уничтожение посевов дикорастущей конопли. Около тонны дикорастущей конопли уничтожено в ходе совместного профилактического рейда. Уже почти два года логопед Анна Горн бесплатно консультирует всех, у кого есть проблемы с речью. За это время она смогла помочь 350 малышам, школьникам и даже взрослым. А еще одной участнице конкурса на соискание губернаторской премии «Мы рядом ради перемен» наш сюжет. Специализаций у Анны Горн довольно много. Она и олигофренопедагог, и логопед, и дефектолог. Прошла курсы массажа и тейпирования. Когда-то Анна работала в детском саду, но быстро поняла, что может и хочет помогать большему количеству детей. Тогда наша героиня открыла свой собственный центр, где стала проводить бесплатные консультации для всех желающих. Часто мамы не знают, куда бежать, если, допустим, ребенок не говорит. Или ребенок слишком активный. Бывают некоторые дети слишком агрессивные. Они прямо сидят и расстраиваются, начинают ползать в интернете, искать какие-то ресурсы. Мои бесплатные консультации были созданы для того, чтобы маму успокоить и дать им вектор. Сама консультация, говорит Анна, занимает от 20 до 45 минут. Начинается все со сбора полного анамнеза и разговора с родителем. Постепенно, шаг за шагом, налаживается и контакт с ребенком. Начинаю с ним играть. Узнает он ли он цвета, если мы говорим про 2-3 года. Что он может сказать, что он не может сказать. Иногда, конечно, чтобы проверить мышечный корсет, чтобы понять, может, ему все мешает. Вот вся моторика ему мешает, у него там мышечный спазм. Как раз требуется вторая консультация, чтобы уже положить его на массажный стол и просто прощупать его мышцы. С октября 2019 года к Ане обратились родители более 350 малышей и школьников, в том числе ребят с ограниченными возможностями здоровья. Вовремя заметить проблему и понять пути ее решения. Такие возможности должны быть у всех без исключения, уверена Анна. В 3 года. Если ребенок плохо ориентируется в пространстве, куда ему делать шаг, куда ему повернуться, то его в 5-6 лет тоже видно, что у него вот это правое и левое сразу нарушено. Значит, на письме у нас вылетают, что у нас буквы сразу зеркалить будут. И вот эти вот мы диагностируем проблемы. Она применяет в работе в том числе и свою авторскую методику. Занятия чаще всего проходят в движении, чередуясь в случае необходимости с логопедическим массажем шейно-воротниковой зоны. Массируем, может быть, тоже чуть-чуть больно, потому что у нас здесь с тобой мышцы находятся, которые держат нашу спинку. И нам надо с тобой качественно промассировать, представляешь. Держи голову ровно. В случае победы в конкурсе на соискание губернаторской премии «Мы рядом ради перемен» она мечтает выпустить большим тиражом свои авторские пособия и расширить штат сотрудников, чтобы помощь могли получить все желающие быстро и без очереди. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!